Прорисовка, грунтовка, лепка – этапы создания уникального панно. Для Елены Лемясевой это уже шестая подобная работа. С малых лет девушка увлекалась живописью, закончила художественное училище. Борельефом и росписью стен Елена занимается с 2018 года. Пандемию подтолкнула к тому, чтобы окончить онлайн обучение. Я по барельефу немножечко еще и поучилась, чтобы набраться навыков, потому что все-таки, так я художник-живописец, и скульптура у нас была, конечно, в училище, но в малой степени, то есть я там имела такие представления, интуитивные, наверное, больше. То именно обучение онлайн, оно так придало немножко больше знаний. Изначально авторы проекта вместе с Еленой видели панно как микс росписи и барельефа, но позже решили, что для полноты картины в объеме нужно выполнить не только деревья, но и храмы. Их девушка сделала в первую очередь. Создается сначала дальний план, так как там будет меньше всего слоя именно этой шпаклевки. И приближаясь, так же как на картинах, приближаясь к переднему плану, вылепливается все больше толщина объема. И чем ближе, тем более детальнее. То есть если это деревья на переднем плане, то они будут максимально, там, листочки можно увидеть. В работе Елена учитывает все архитектурные нюансы храмов, прорабатывая деталь за деталью. Панно стало одним из элементов преображения православной гимназии за счет средств одного из грантов, которое выиграло учреждение в конкурсе «Серафимовская школа служения». Мы преобразуем нашу среду в гимназии и эстетически делаем ее именно соответствующей православной гимназии. Поэтому у нас центральное панно будет изображать Свято-Успенский мужской монастырь. И рядом с ним будут соответствующие стенды, рассказывающие о истории нашего монастыря, об истории создания города, о возрождении нашего монастыря. На этажах гимназии уже разместили настенные игры в виде шахматных досок и картины игумена Афанасия Тихонова, подаренные автором. Также руководство планирует заказать новую мебель и обустроить зону ожидания родителей. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.